Путешествие выходного дня Чтобы посетить музей сельского быта, там же в Коптелово Музей произвел на нас колоссальное впечатление Еще большее впечатление произвел хранитель музея, экскурсовод Леонид Федорович На наше счастье, с нами в тот день была съемочная группа Дома, посмотрев всю эту историю, мы поняли, что это интересно И сегодня мы отправляемся еще раз в Коптелово, чтобы снять какие-то крупные детали Чтобы снять недостающие элементы и в конечном итоге смонтировать и сделать кино Итак, я предлагаю вам вместе с нами отправиться в деревню Коптелово, Свердловская область Будет интересно Ой, да люди добрые, гости полюбовные, званые, незваные, усатые, добродатые Холостые, женатые, милости поросим, заходите, не пожалейте Коль времечки имеете, будьте как дома, не стесняйтесь, по музею нашему прогуляйтесь Здравствуйте Вот вся группа чаев приехала к вам в ваш замечательный музей на экскурсию Итак, род Еще раз здравствуйте Здравствуйте С вами сегодня работать буду я, зовут меня Леонид Федорович Поэтому, прежде чем с вами начнем работать, мы должны договориться Первое мое условие Вот как только начинаю говорить, вы постараетесь меня внимательно слушать Вот желание поговорить, скажите, я помолчу, перебивать вас не буду Второе мое условие, кто себя считает красивым, тот во время экскурсии на меня смотрит Кто немножко страшной, может отворачиваться Как только отвернулись, я буду знать, что вы страшные Третье мое условие Я никогда не спрашиваю, откуда вы приехали, я вам об этом скажу, когда будете уезжать Мы каждый день поведение каждой группы кладем на правую чашу весов или на левую На правую чашу весов, это из нормальной школы с неплохим семейным воспитанием На левую, это из школы с уклоном Родителям, педагогам привет, передаю из этой организации, больше никогда ко мне не приезжают И последнее, как только я вам надоел, на сверху не смотрите Мне тихонечко пошли, шеф, мне сказали, мужик, ты надоел в машину, я домой, больше никто не задерживаю Если согласны, то пошли работать Не знаю, как вы, а вот когда я вспоминаю свою золотую юность Когда не хотелось идти на занятия, мы с лекцией сбегали в кинотеатры А в то время в кинотеатрах шел фильм, который назывался «Щит и меч» И там все время из-за кадра спрашивали, с чего начинается Родина, с чего начинается Родина Так вот для коптеловцев вроде начинается с этого родника Вот уже три с половиной столетия самой чистой родниковой водой питается вся блестежащая круга А вот коптеловские девчонки все знают, что если этой водой умываться, то им до старости никакая штукатурка на лицо не потребуется Нечего будет замазывать И никогда наши женщины в магазинах не покупают никакой ленор, чтобы белье пахло морозной свежестью Они знают, что в любое время года надо прийти в эту избушку, белье прополоскать Но так же нежно, как мужская рука будет лежать на груди Кто не верит, тот может на себя испытать И по многочисленным просьбам женщинам под это чудо-дерево положен не менее чудотворный камень Говорят, если женщины за этот камень подержатся, то у мужиков некоторые места каменная твердость вернется А мужикам-то не надо держаться Да у мужиков-то нет этой проблемы-то? Ну, может и не надо А я на всякий случай подержусь Ну так, на далекую перспективу Камушек И традиционно на Руси над родниками всегда строили часовни в знак особого уважения к воде И мы знаем, что вот этот голубой ручеек пробежит по всей России-матушке До Северного Ледовитого океана, до Вотчины Деда Мороза Если вы ему сейчас шепнете свое заветное желание То к Новому году оно еще может успеть исполниться Только по одному, чтобы не перегружать канал Ключик Фендер Телекастер 59-го года выпуска Ну и мир о всем мире Выставка сельхозорудий и агрегатов По крайней мере, так написано Пошли Здесь мы рассказываем, чем последние 300 лет крестьянин обрабатывал землю Одно из самых древних орудий, которое дошло до наших времен Это рассоха, двухрогая И вот такими металлическими оральниками рыхлили землю И отсюда фраза Перекуем мечи На орала И всего полтора века назад у крестьянина появилась саха Которая не только рыхлила землю Но благодаря лемеху с отвалом Она переворачивала пласт земли, дав возможность ему отдохнуть В марте месяце еще вовсю по полям гуляли метели А крестьянин должен был на Евдокию выйти во двор за саху подержаться Это считалось хорошим признаком урожая А на самом деле мужик смотрел, не сломана ли правая глобля Потому что он долго ходит по лесу, пока найдет березу с таким изгибом И мы на правой стороне А лошадь должна идти по борозде, плуг должен идти по целине Поэтому сместить направление линии действия силы А уж как снег сойдет, крестьянин каждый день дежурил В поле брал комок земли сжимал, в кулаки отпускал Смотрел, что происходит Если комок пал и не рассыпался Земля сырая, пахатья рано Вырастут одни сорняки А если рассыпалось, значит землю согрело Неопоздаемый мужик с посевом Одевал на шею ситю, шел, разбрасывал семена А кто-то из ребятишек верхом на лошади Тащил вот эту борону И она своими зубьями семена прятала в землю Вот только-только на березе начинали проклевываться первые листочки Крестьянин знал, что пришло время сеять овес Кидай овес в грязь, будешь князь Можжевельник засвел Лягушка голос подала Значит, надо сеять ячмень Черемуха засвела, крестьянин снимал обуток Вставал босой ногой в борозду Если нога терпит холод, можно сеять пшеницу Не терпит, значит, надо пару дней подождать И как чудо, начало 20 века В деревне появилась первая сельскохозяйственная машина Когда мужику уже не надо было одевать на шею ситю Достаточно было запрячь лошадь, засыпать семена в бункер И селка сама спрятает их на определенную глубину при определенной норме В 1925 году по улицам нашего села прошел первый трактор Фордзон И чтобы показать мощь этого трактора, на Первомайский праздник из-за него засыпили несколько телег На телеге посадили ребятишек и женщин и катали по улицам села Старики плевались и говорили, если спашите землю трактором, молоко у коров будет пахнуть керосином Тем не менее трактор остался, а для трактора была запрятена уже тракторная селка С Петрова дня в июле всегда было пусто, зато в поле было густо И традиционно на Руси сено заготавливали с помощью вот этой косы-горбуши Почему называется горбушей? Потому что крестьянин должен был горбиться, низко наклонившись к земле Но чем она была удобна, она косила без холостого хода Дошли, развернулись и в обратном направлении косите Ну и что, что горбитесь? Зато волки разбрасывать не надо И только Петр Первый обязал Русь-матушку уже косить с помощью специальной косы Вот она! Кстати, где на Руси литовки-то производили? Ну, я так говорю, в Литве Единственный завод на всю Россию-матушку был на Урале в городе Арти Артинский мед, она летая На базар за литовкой ходил только тот мужик, у которого был хороший музыкальный слух Он должен будет проверить литовку на сжатие и обязательно послушать, как она поет Выбирайте, какую мне сегодня купить Ну, браво! Вот это вот У правой рукой Да вот этого! Чего нет-то? Ну, она глухая Да я ее 17-й год продать и не могу, глухая Вот это для меня новость, что к Литве-то литовка не имеет никакого отношения Наша, Артинская И выходили косить в 4 часа утра Коси коса, пока роса Роса долой Литовку повесили, да никто домой не уходил, ребят, никто Литовку повесили, возьмут в руки грабли И начинает ворошить вчерашние скошенные травы Ворошили их до полудня В полдень собирались на стану, садились вокруг котла, ели каши с домашними колбасами После чего старики ложились спать Женщины уходили в лес по ягоды Парни уезжали на реку купать Зачем занимались девушки? Мух отгоняли А девушки водили хоровод Они знали, что старики хоть и дремлют, но внимательно смотрят Кому осенью посылать сватов Так что современный кастинг мисс города на сцену тут пришел спокойно Там красавица определяли А вот к августу месяцу у крестьяна было три заботы Ему надо было еще сено косить Ему надо было уже рожь сжать Ему надо было рожь сеять Поэтому рожь сжать выходили только женщины В руках у них был серп И первый сжатый сноб Хозяйка должна была сохранить до Рождества В Рождество она принесет ее поставить в красный угол избы Чтобы семья в новом году снова была с хлебом А вот мужики практически никогда не помогали женщинам сжать рожь Почему? Ну, видимо, в бабье дело Потому что рожь растет ровно год И два передела посев и уборка совпадают одновременно Поэтому женщины уходили рожь сжать Мужики уходили рожь сеять Точно так же, как женщины никогда не помогали и никогда не помогают мужикам сеять горох Почему? Они вы не едят? Нет, не знаю почему Потому что мужики горох сеют ногишом Да ладно! Чтобы горох знал, каких размеров расти А женщина садит капусту Вот она как сядет на грядку, какая вмятина будет Такой кочан вырастет Проверьте Понятно, чем дороднее женщины Чем красивее, тем... Капуста будет больше Да И в начале 20 века на смену серпу и литовке В деревню пришла вот эта машина Которая называется Жнейка-самосброска Запрягали две пары лошадей, которые тащили по полю Между пальцев бегал, нож стебли срезал А грабли сбрасывали И женщины шли, следом просто-напросто снопы уже только вязали Но эта машина работала в зависимости от женского характера Если женщина вяжет снопы добрая, ласковая И хлебную массу сбрасывала четвертая граблина Если женщина попадалась вредной и сварливой И хлебную массу сбрасывала каждая граблина И тогда она вяжала, зажнейка четыре раза наклонялась А добрая только один Вот кусок железа, но безошибочно определял женский характер Высушенные снопы, их надо было обмолотить Поэтому обмолачивали их с помощью вот этого простейшего устройства Которое называется... Цеп Цеп На глиняном полу расстилали снопы Ударяли по колосу, зерна выколачивали Сейчас езжу, но никто не молотит, учителя только в аренду берут Говорит, хорошо, четвертая парта достает Но когда в деревне появилась вот эта машина Ее шел смотреть каждый крестьянин, который мог до нее дойти Во-первых, никто не верил, что можно придумать машину Которая бы за одни сутки обмолачивала столько снопов Сколько крестьянская семья за месяц Тысячу снопов на ней можно было пропустить У нее появился молотильный барабан А на этом молотильном барабане было 60 металлических штырей И за один оборот барабана это было равносильно тому, что 60 мужиков разом ударили Но чтобы эта машина работала, потребовалась сложная механика Вначале были деревянные колеса, затем вот такие чугунные В эти колеса вставляли оглобли, запрягали лошадей Лошади ходили по кругу Вращение уже от колеса через вал передавалось на маховик С маховика ременной передачи на молотилку Благодаря разнице диаметра в скорости оборотов И только успевали сноп подавать, как он тут же выскакивал уже обмолоченный Шесть, а иногда восемь женщин на силу успевали с помощью деревянных граблей зерно из соломы вытрясти А затем ее надо было ответь от полова, от сорняков И брали в руки вот эту деревянную лопату и веяли Пока коптеловский мужик Степан Евлампович Борисхин в 1904 году не изобрел вот эту машину Это авторский экземпляр Назвал он свою машину ветрогом Зерно ссыпали в бункер Через отверстие оно скатывалось по поверхности барабана А в это время крутили ручку вентилятора Такую штуку и в офис можно поставить Вентилятор-конденционер Кастом-шоп Воздушный поток полову относил далеко Зерно падало ближе И его сразу всыпали вот в этот измерительный прибор Серезовый как называется Измерительный прибор урожай на Руси Петро, наверное, что? Намолотили столько-то Пудов Значит, это пудовка Нагребли полный, вам взвешивать не надо Вы знаете, что у вас уже пуд зерна есть И все бы в деревне было Да И все бы в деревне было хорошо Если бы не появилась вот эта машина Она не только сама молотила Она еще и сама стала втрясать зерно из соломы И женщины остались без работы Благо, русский мужик никогда женщин не обижался Один раз для них три машины изобрел Велка, сортировка и треер И не было у нас в истории государства российского Такого позору, как сегодня Когда мужья отправляют своих жен в спортзал За деньги дурное железо ворочать А в старину в конце склада зерно Высыплю с конце Дадут милой в руки пудовку Она прибежит, 16 килограмм зерна зачерпнула Прибежала, высыпала Снова бежит, почерпнула Прибежала, опять высыпала Подруга у нее стоит 55 оборотов в минуту Крутит работа нудная, однообразная в течение всей смены Чтоб они не сбивались, мужики стояли, считали Ну могучий агрегат-то шикарный Феминистки всего мира и прочие МНСП Вам сюда, в Коптилово, ручку крутить Что висит надо мной? Весы Весы, слава богу, знаете Но я все равно вам покажу весы Над которым ученые мужики ломают голову Кому из уральских мужиков пришла в голову мысль Взять металлическую пластинку, согнуть из нее эллипс К одному из концов прикрепить стрелку И получить безмен На котором можно измерять от фунта до 6 пудов В зависимости от того, какой рычаг вы сделаете Много уровня у прибора измерения И остаточной деформации не остается А вот кто мне скажет, что за измерительный прибор я держу в руках Я тому тоже дам его подержать Я думаю, сожли Это русская мера длины, которая называется аршин Аршин Который разбит на что? На локти На вершки На вершки Кто сегодня из вас выехал из дома и взял с собой хотя бы один измерительный прибор? Да А раньше мужик из дома не выходил, если с ним не было полного набора измерительных приборов Метр Во-первых, два фаланга указательного пальца Это вершок Пять Это пять вершков Длина руки Аршин Поларшина Локоть Руки развели Сожень Коса сожень это от пальца ноги до вверх вытянутые руки Все это написано Так, что у нас на лошадку-то надето? Оглобля Ну Збруя Это большая топалка, как называется? Вы только что сказали Оглобля Соседка к соседке прибежала, орет, говорит, твой отразиня Моему парню в рот углобля заехал Так у кого рот-то был разинут На шее этого лошадки? Это это Хомут Широкий тремень у хомута? Взялся Взялся Загуш Не говори, что не дюж Это креулина-то? Да дуга Дуга Кольцо-то на дуге для чего? Колокольчик Регулятор характера лошади Если локнористы, поводом голову поднимут, она голову не крутит Колокольчик Это? Вожжи А вот эти ремни с наборами? По пону По пону этого одеяла Это? Да шлея Шлея? Шлея Для чего? А вот для чего? Когда лошадь спускается с горы, могут сани на нее наехать, она может выскочить из хомута Чтобы этого не произошло, у нее существуют ремни безопасности Это что такое? Претка себе Это воспитательный инструмент для жены, лошади, детей Иногда в конце четверки надо пить Тесту сказать, успеваемость что-то не идет Попробуйте с меня наговорить На березовое пиво или на ременное масло После этого хорошо Жена лошади, детей Вот несколько лет подряд мы выезжаем на день города в Екатеринбург На плотинку возьму С каким удовольствием смотрим, когда иногда женщины наденут на себя хомут Стоят, ногой бьют, их со всех сторон фотографируют А в деревне хомут надевали только на испорченную женщину А что такое? Колокольчик Кто имел право цеплять колокольчики? Губенчик, наверное, да? Кто угодно Только тот, кто несет государеву службу И каждый, кто услышал тройку с колокольчиком, он должен был уступить дорогу Поэтому крестьянин цеплять колокольчики категорически запрещалось И он музыкальный ряд набирал из бубенчиков Спецсигнал Спецсигнал Она откуда пришла? Да, всегда привлечь Я там у лошади забыл спросить, где на упряжи находится сга Говорит, не сги не видно Где она находится? Где? Под задницей Это видно по задницей Должно спереди это быть не видно Я сказал, что это кольцо для чего? Это регулятор характера лошади А вот если бы сюда крепили поддужный колокольчик То вы бы его прикрепили с помощью металлической пластинки Которая называется сга Не сги не видно, это пластиночки с этой стороны Ну то есть такой метель, что не видишь Да, туманки У меня в голове прямо некоторые пазлы сложились Столько ответов на незаданные вопросы Не сги не видать Все же понятно А вот здесь мы можем не только рассказать Мы можем показать все 18 технологических операций обработки льна Как из этой грубой соломы в деревенских условиях получали льняную ткань Но чтобы получить эту ткань, повторяю, надо было выполнить 18 переделов работ Лен вырастить, выдергать, семена отколотить Вымочить, высушить После чего все это надо было на льномялке измять И замнуть Возьмут в руки трепал из него Всю костригу выколотят Если жена мужу досталась добрая, ласковая Он ей трепало сделает с оберегами Если ведьма досталась, он ей такое трепало сделает Чтобы ей не одна заноза в руку Вот мозг, когда она работать будет Затем брали расческу металлическую, чесали После чего брали щечинистую Еще раз чесали Женщины, есть у кого-то дома такая вещь? Не надо обманывать Не надо обманывать Это массажка Просто у вас металлическая, а здесь настоящая, щечинистая Но ничего лучше, раз сейчас косы пока не придумали Куделю привязывали к прялке Брали в руки веретено Вытягивали, скручивали От мастерства прях и ровно с нити Затем эту нить сматывали на мотовило Сразу отчитывая, сколько пасм будет С мотовило снимали вот такой мод пряжи И смотрели, что с ним надо сделать Или таким серым оставить Или отбелить Если отбелить, печку топили осиновыми дровами Золу соберут, кипятком зальют Щелок получится В щелоке отпарили На реке прополоскали На снега растелили Отбелили Если надо было красить С чердаков доставали Заготовленные листья, коренья, ягоды Варили отвар Красили Затем это все на воробу С воробы смотают на тюрик С тюрика на основалку С основалки на отказский станок Вот два года назад у меня была группа Подошел ко мне молодой человек И говорит Слушай, парень, скажи, говорит Вот когда, говорит, я в 51-м году женился Мне, говорит, бабка загадку загадала Ответ сказала Но до сих пор, говорит, я эту штуку не видал Покажи, есть она у тебя есть Что ему должен был показать Если он меня спрашивал Под крышей на подклете Парень девку теребит То грудью жмет То ногами скет Ростопырит, затолкнет Дальномялка Я только что показывал Накануне свадьбы Жених обязательно Невесте должен был Подарить прялку Вот таких размеров Поэтому ценилась прялка Вырезанная из цельного дерева Из какого дерева Можно было вырезать прялку Таких размеров Ну, думаю, это липа Сосны Да дубы-то только в классах бывает Где на Урале дубы видели? Ну что вы, мужики Да елка это, елка Это ствол, а это корень И называется прялка-коренушка Вырезанная из корня елки Второй предмет Который обязательно Жених должен был Подарить невесте Это был вот этот предмет И по этому предмету Она определяла Откуда у жениха руки растут Что это? Это бабушка швейной машины Это швейка Швейка? Да очень просто Когда мужик говорит Жена, рубаху новую надо Она говорит Какие проблемы? То ложись спать Сейчас сошью Он ложился спать Она вечером садилась за швейку Кроила Потом возьмет Два лоскутка Соединит Иголочкой прикололась Подогнула Быстренько прошила Перекололась Подогнула Прошила Мужик вставал Рубаха готова Так, мужики молчат А девушки отвечают А что это такое? Проходите Да я подскажу Что вы женщины обязаны делать Когда у вас муж вернулся домой Накормить Но прежде чем будете кормить Поить Вы обязаны снять с него сапоги И всегда снимали Пока маленько не оперились Оперились Снимать не стали Мужики народ гордый Уговаривать вас не стали Взяли Придумали себе приспособление С помощью которого Легко и свободно снимается Любая обувь Потому что вы отобрали Сегодня у мужиков сапоги То у вас голенище Вух и упираться У мужиков чуть повыше Галоши остались А вы говорите Леонардо да Винчи Все изобрел Все да не все Итак, женщина опять спрашивает Что это такое? Это пяло На которых женщина Стяжила одеяло Или вышивала ковры Маленькие рисунки На пяльцах вышиваете А большие На этом А здесь мы выясняем Что необходимо было Женщине на кухне Для обработки молочек Для обработки молочных продуктов Чтобы получить молоко От коровы У нее должен быть Какой же чугунок Кто с чугунком Шел коровы Да и Подойник был Подойник Чтобы получить из молока Сметану У нее должен быть Сепаратор Чтобы из сметаны Получить масло Хотя бы простейший миксер Кринка с мутовкой Где они избивали А еще у каждой женщины В хозяйстве Должен быть и рожок Для чего? Мерная Мерная Ну что? Да младенца кормить Из чего ребенка кормить? Бутыльков не было Рог Вычистили корову Закололи сосок От вымени отрезали Обработали Молока налили в рот До вольняка не приезжает Школьников перестал спрашивать Тут одна пятиклассница Меня вырубила А потом долгался Челюсть потащить не мог Я не успел спросить Говорю, ребята Для чего? Она говорит Это же она мужу на лоб наставляет Следующий фрагмент экскурсии Вызвал яростные споры В творческом коллективе Нашей съемочной бригады Решили весь фрагмент не вставлять Но маленький кусочек Все-таки оставить Мы не без гордости говорили Что коптеловские мужики В конце девятнадцатого века Водку из Москвы пили И пили ее вот из этих бутылок И бутылка эта называется Бутылка эта называется клин Клин клином вышибают А что заболел, тем и лечись Поэтому утром, дойдя до винной лавки Штоф был великоват А купленный клин Работоспособность женщине восстанавливал Кто шагает дружно в ряд Батчи ушагает дружно Правильно, молодцы Сейчас мы вместе с вами Окажемся в настоящей русской избе Трехсотлетней давности Знаменитая изба Бабы Кати Пошли Здесь русский дух Здесь Русью пахнет Вот не только стены избы Но весь внутренний интерьер избы Был вытесан только топором Не было у мужика ни рубанков, ни фуганков И когда крестьянин строил избу То одним из главных элементов Конструкции избы Всегда считалось вот это бревно Матица Матица делила избу на две равных половины Она имела специальное крепление в стене Чтоб стены не расходились Она была основанием треугольной крыши И когда ее строители укладывали Хозяин должен был совершить специальный ритуал Под один из концов у матицы спрятать монетку Чтоб в доме всегда было богатство С другой стороны клок шерсти Чтоб дом всегда был теплый Очень хорошо должен был угостить строителей И только после угощения Строители начинали накатывать потолок Потолок накатной он из целых бревен А вот пол из половиц Это пополам Расколотое бревно и уложенное на поле А нет в квартире матицы Под откос всю катиться На матице имело и другое значение Если пришли в гости А хозяин вам не сказал Милости прошу Никто из вас не осмелится Не пройдет на лавку Не сядет Может садиться вот здесь на приступочек Хоть весь день сиди решай свои вопросы Решил в орешке в руки за дверь и домой Хозяин не сказал ни одного грубого слова Но вы поняли Что в этот дом не вхожи И больше не придете пока вас не пригласят Но если вдруг пришли гости И сразу уселись к окну под матицу Вот о чем бы они с хозяином не разговаривали О дровах, о соломе, о поездках, о погоне О чем угодно могли сидеть говорить Но хозяин с хозяйкой сразу знали Что это пришли особые гости И название этим гостям Сваты Они пришли за невестой И задача сватов была незаметно для хозяина с хозяйкой Попытаться ногой под лавкой стену достать Достанут быстро, сватовство успешно пройдет Не достанут, потрудиться придется Разговаривать будут сидеть Незаметно делаем это Разговаривать будут сидеть до тех пор Пока хозяйка на стол самовар не поставит Поставила самовар, подала команду Начинайте свататься Не поставила, так и уйдете Не солно хлебавший Будете потом всем говорить Что худой сватается Добруму дорогу показывает А самое главное Бога будете благодарить Что вас из избы на ногах отпустили А могли на бароне прокатить Но если невесту высватали То ей родители всегда строго-настрого наказывали Что мила дочь Когда будешь ходить в дом жениха Чтобы хозяйкой в доме быть Надо вперед ее на порог ступить Женихи об этом знали Знают И по сегодняшний день Еще разу не позволяли невестам Ступать на порог Как они это делают? На руках заносят Она радуется Как ее любят С первого дня на руках носят Но это первый и последний раз в ее жизни На второй или третий день После просватания Родственники невесты Обязательно должны были Сходить к дому жениха Колышки посмотреть То есть посмотреть Какая ограда В какое хозяйство Дают свою дочь И вот таких символов У нас на Руси было очень много Вот уже 300 лет В этой избе живут 4 брата Возрастом равные Но один из них главный Что бы это могло быть? 4 брата Возрастом равный Один главный Углы Какой угол в избе считается главным? Красный Красный Почему называется красным? Скажете, когда красная девица идет У нее икона на лбу что ли? Красное слово Красивый Посмотреть на стены потолок Это желто-коричневая структура дерева И глазу кроме сучков и щелей Засыпиться не за что И только там, где действительно стояли иконы Где по праздникам вывешивали вышитые полотенца Зажигали свечи и лампадки Это был самый красивый угол Поэтому самых дорогих гостей Всегда усаживали в красный угол Красному гостю красное место Но Если бы красный угол в избе был главным У нас бы с вами никогда на Руси Не появилась поговорка Что мы начнем с вами танцевать От печки Оказывается, прежде чем поставить избу Мужик ходил, искал место Куда он поставит русскую глинобитную печь Снимал верхний грунт Доходил до плотяка, месил глину Из этой глины без всяких камней и кирпичей Он печь бил Поэтому печь называется глинобитная А бил он ее обычно чем? Бабой 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 это большой деревянный молоток Другого понятия этого слова нет К печи было очень много требований Первую печь должна быть большая Чтоб на ней сразу спали 2-3 взрослых человека Она должна быть жаркая, экономная, красивая И неугарная Поскольку угарная печь сейчас беда для нескольких поколений И только когда печь была готова Только после этого мужик начинал возводить стены избы То есть строительство избы начиналось с печи Причем в деревнях не было ни улиц, ни проулков Деревня строилась гнездовым метом родника избы А вот избу ставили так, чтобы солнышко С раннего утра до позднего вечера Заглядывала в окна Северная стена у избы всегда должна быть глухая Ни окон, ни дверей на них быть не должно Зато устью русской печи должно было всегда выходить на северо-запад И против печи обязательно должно быть прорублено окно Для чего? Чтобы та нечистая сила, которая с севера с холодом прилетает к этой избе Она через окно должна была видеть, что в избе-то есть печь А в печи-то огонь Значит ей тут делать нечего Крестьянин был убежден, что пищу не только кормит и согревает, но еще и оберегает А вот печь и красный угол в избе всегда должны быть строго по диагонали Мы сказали в красном углу, кто всегда сидел? Гости дорогие Кто всегда на печи находился? Самые уважаемые люди в семье Но если вы приехали в гости, остаетесь ночевать, а вас в этой избе любят Вам обязательно предложат спать на печи Не предложили спать на печи, делайте выводы И только в русских сказках на печи всегда сидел? Какой же он дурак, если он сидит и ждет, когда ему царскую доль в жены А за ней полцарства в придачу Посмотрел бы я на тот дурака, который на дочери правителя страны женистей собрался Дурак работать шел Под палатный угол, вот там всегда мужики хозяйничали Обутки шили, сапоги точили, шорничеством занимались И женщинам категорически запрещалось тот угол садиться Всегда считал, что если женщина посидит, то муской инструмент будет испорчен У женщин был свой угол в избе, и он назывался? Светлый Он назывался середа Границей середы был вот этот брус, который называется грядка Когда вечером собиралась семья, то вот на этих двух лавках сидела 18 человек Я понимаю, что нам с вами сегодня даже в самом кошмарном сне не приснится Что у нас три снохи и свекровка Хотя бы три дня в одной квартире прожили, понимаете? Вы что, вместе жили? Вместе жили Понимаете, какая-то была культура Уважение, терпимость их друг к другу Какой должен быть ритм, когда каждая сноха знала, когда ее очередь у печи стоять Когда в пригоне управлять, когда в поле Где спали? Старики спали на печи Кто и был чуть-чуть помоложе, вот здесь на гопсы Ребятишки обычно спали вот здесь на палатях Когда они подрастали, и вечером им надо было бежать на вечерке То бишь на дискотеку, они за ту лавку дрались Кто победил, тот последним домой приходит Те родители, у которых был маленький ребенок, те спали на полу, каждый около своей зыбки А зыбка имела свою науку Когда отец знал, что у него вот-вот появится первенец Он обязательно должен был сходить в лес и вырубить вот этот очеб Он старался вырубить его сучковатым Считалось, сколько на нем сучков, столько у него будет Сыновей Горе было тому отцу, у которого рождались дочери У того отца лавка была узкая Своты быстро ногой стену доставали И он без лишних разговоров отправлял их на чужие хлеба Вспомните, не красот Семья-то большая До два человек Всего мужиков-то отец мой, да я Когда он его нес из леса, он старался им не коснуться земли, чтобы не показывать дорогу в землю Он должен был хорошо его защистить, загладить, чтобы роды проходили легко Прежде чем положить ребенка, укладывали котенка Если котенок спит, ребенок спать будет Если котенок выпрыгивает, значит стояку зыбки надо повернуть и зыбку сместить в новое энергетическое поле Если очеб вырубить неправильно, то зыбка будет работать, как современная коляска Она будет ребенка только трясти Она должна была его качать И когда мать первый раз зыбку укладывала дочь, под зыбкой лежали ножницы Если укладывала сына, под зыбкой лежал нож или топор Ребенок это дар божий И в землю уходить он не должен Поэтому дорога в тот мир должна быть перерезана Что у нас лежит на столе? Это утюг Это лежит утюг, совершенно верно Утюг, который гораздо лучше того утюга, что вам рекламирует современная фирма Тефаль Вот когда парням вечером надо было бежать на вечерке, им что надо было сделать? Штаны погладить Только парень начнет свои портки гладить, стоит у стола, гладит В это время под окном девки свислили, он убежал Утром он приходит, смотрит, у него утюг включенный на столе стоит И штаны не сгорели Они их наделают, поле Это что такое? Да это седулка Ставили к окну, садили ребенка Он мог тут сидеть, он мог тут стоять Но убежать отсюда не мог Манеж по-современному называется Это настольная лампа Свитец От полена откалывали лучину, вставляли, поджигали От наклона лучины скорость горения, яркость свечения Мало одной лучины, вторую воскнут, зажгут И пожарная безопасность И вот я делаю так Пониже, посреднее, послабее Ну как-то так Это? Это, наверное, муку Что-нибудь с мукой делать Женщин, знаешь же это? Женщин Да нет, конечно Нет, нет, нет Это сельница Сельница Сегодня, когда любимый пирожок стряпаете, куда муку сеете? На стол, на фанерку Сейчас глаза закрыли, представили, что у вас в квартире 18 ртурных Стоф сидит И вам хлеба испечь надо И мука нефир, макфа настоящая, со трубями Сколько она, 17 человек, нас пересетит? Ой, так это, наверное, килограмм Ведро и более Но никогда она пустая, на грядке стоять не должна Хозяйка отстряпалась Ее на дне хоть немного муки, но должно остаться Она ее перекрестит и поставит Поскольку у настоящей хозяйки мучная нить из квартиры никогда не прерывается Каждая любящая жена, а тем более теща, в доме Обязательно должна была иметь корчагу-дыроватку И на Николу Зимнюю она в этой корчаге Любимому мужику должна была сварить Барашки? Да нет, конечно А молодец Пиво она должна была ему сварить Пиво И мужик ее пьет до тех пор, пока шапка на голове держится Когда вы это, женщины, делаете? Запомнили, 19 декабря Никола Зимний И день рождения Леонида Ильича Брежнева Стопчик, стопчик Я в телефон забью Пока не забыл 19 декабря Почему палати низко сделаны? А кстати, почему они низко сделаны? Ну, они, может, уклонялись? Они сделаны для гордых людей Заходя в любую избу, вы должны три раза поклониться Хозяину хозяйки на иконы и палате не мешают Не желаете кланяться, палате вас все равно заставят Точно так же Вот спорим, почему углы у избы закругленные? А, да Архитектор доказывает, чтобы не промерзал Техники говорят, чтобы напряжение снизить Физики говорят, что крестьяне знали, что в углу скапливается отрицательная энергия Поэтому один из способов поощрения детей было всегда в угол ставить На какой высоте надо было делать окна, чтобы луч, отраженный от пола, освещал потолок? Под каким углом делать косяки, чтобы отраженные лучи освещали под палатный угол? Кто их учил в геометрической оптике? Да, опыт, опыт такой же вековой, видимо Как опыт? Это сколько домов? Ну, столько домов и строили Я всегда говорю, если никто в углу не стоял, встаньте добровольно в угол И засеките время, через сколько минут у вас возникнет желание хотя бы один шаг сделать в сторону Проведи дома эксперимент Не ставили в угол? Вася Нет, не ставят тебя в угол Почему это место узкое и с наклоном? Есть что-нибудь сказать по этому поводу? Приступок с наклоном? Потому что это место дня прошлых гостей Раз съехал, два съехал, в конце концов Надоест, станешь и уйдешь Понимаете, такой вот Все было продумано до мелочей Про семейный быт Леонид Федорович рассказывал еще очень и очень много Приезжайте, услышите сами А нам, судя по всему, пора еще и знать Покинуть избу бабы Кать Муха по полю пошла Муха денежку нашла Пошла муха на базар и купила самовар А в люди взрослые, поэтому нет надобности вас спрашивать, как называются эти предметы Я только спрошу, где у них родина Тула, что ли? Мне всегда стыдно за тех, кто говорит, что Тула Потому что родина самоваров – это наш родной Урал За семь лет до того, как в Туле начали шлепать первые самовары В Екатеринбурге на таможне уже задержали купца, который ехал с речки Ирги И он в своей декларации записал, что везет он с собой шесть кури орехов, пять кадушек меду И пудовый медный самовар с приборами стоимость 4 рубля 80 копеек Таможня самовар у него отобрала Он семь лет доказывал, что вез самовар не на продажу, а для своих нужд Когда доказал, таможня самовар ему вернула Вот восемь лет назад мы были в Туле И специально пошли в музей самоваров послушать, что Тулики про наш самовар рассказывают И не зная нас кто мы и откуда, они нам такой бальзам на душу вылили Когда сказали, говорит, родина самоваров, это, говорит, далекий-далекий Урал Правда, сами неизвестны, где живут Так что, где самовар изобрели? На Урале Так что, на каких машинах-то мы ездим? На импортных А чай, из какого чайника пьем? Из китайского, стыда баблю Да ну что вы Да ну что вы Это музыкалка? Да нет, конечно, это то, что больше всего на свете дети любят Да книга это, ребят, книга Причем книга настоящая, это в ней страницы, а это переплет Она так и называется, земельно-шнуровая книга Прощур кадастровых книг Деревянная бухгалтерия Раз в 10 лет в деревнях шел передел земли И каждый крестьянин должен был прийти на специальную комиссию Где мы выдавалась деревянная пластинка На которой с помощью штрих-кода Наносилась информация о земельных наделах Видите бороздки? Вот чем бороздка ближе к отверстию, тем поле ближе к деревне Ближние поля, средние поля, дальние поля Если бороздка срезана с двух сторон, десятина земли С одной стороны полдесятины Не через все идет четвертая часть десятины Двухсторонняя, дальше односторонняя Три четвертой десятины С обратной стороны было записано Сколько мужика покосов, где они находятся, какого размера И дано задание Сколько мужик должен не раскрочевать, болото сушить Чтобы приготовить земли к следующему переделу Когда вся информация была записана Мужику отрубали рубежик Заруби и носи Почему сейчас говорим заруби себе на носу? Хотя нос никакого отношения к этому не имеет В деревню убирали самого честного мужика Который все пластины на шнур под Сергучевую печать и хранил Возникал спор у соседей по земле Каждый должен был прийти со своим рубежиком А этот рубежик мог подойти только к одной пластине Нигде никогда в жизни он у вас больше не подойдет А он не подходил никуда Он не подойдет, он только к одной десяти А вот надо ее искать Переберете, где подойдет Переберете, где? И почитай Подогнать его невозможно Если мы сосчитаем, сколько пластин, мы что узнаем? Сколько дворов Если бы знали норму, могли сказать, сколько в каждом доме живет Мужиков На женщин земли никогда не давали Что такое деньги, знаешь? Знаешь? Слава Богу, показывать не надо А деньги-то все разные На одних написано «деньга», на других написано «полушка», на третьих вообще написано «полкопейки серебром» Мы у каждой денежки ищем, где орел, где решка, на зуб пробуем, фальшивые деньги, не фальшивые А самое главное, мы обязательно должны выяснить, что на эти деньги наши мужики могли купить в этом селе 200 лет назад Когда у нас здесь быка продавали за рубль 50 Пара гусей стоили 2 копейки Один гусей сколько? Одна копейка Одна копейка, молодец! А вот сотня куриных яиц на базаре стоила аж целых 17 копеек Сотня А пуд коровьего масла стоил 66 копеек Коровье-то масло, это что такое? Как оно сейчас называется? Сливочное Пуд-то сколько килограмм? 16 Знаешь, 16 килограмм сливочного масла на базаре стоили? 66 копеек Муха на базаре зачем пошла? За самоваром Скажите, у кого из вас дома живет уродец, у которого 4 ноги, 2 уха, 1 нос и большое брюхо? Ну, самовар это? Конечно, самовар Всегда кричит, кто кричит папку, кто говорит кошку У меня вот кот такой Я полчаса, стер Он прямо допузнал А с этим большим родством еще маленький живет, у которого в носу решетона, голове пуговка, одна рука и та на спине Так, это чайник, наверное, заварочный А у молодки, говорит, загорелась в середке, у добра молодца закапала с конца Ой, не говорите Я сразу подумал Это же самовар Это самовар, конечно, самовар, да Слушай, ну если потек уже все эти, вы уже не починить А как в вашем городе называли парня, который каждой девке под юбку заглядывал? У нас вообще такие порожи были А у нас всю жизнь порогом зовут А доме думать-то надо А что такое? Рушники Руки-то чем вытирали? Рукотерниками руки-то вытирали А тело-то чем вытирали? Телотерниками В этом-то возрасте пора знать, что телотерникам-то делай Тело-то всегда вытирали ширинкой А как вы своим детям-то читали? Говорит, кошка на окошке ширинку шьет Курочка в сапожках избу метет Ребенок подходил и спрашивал Мама, что такое ширинка? И мама что говорила? Она говорила, сын, это женский головной убор Говорит, видел, когда я выхожу из душа У меня на голове всегда намотана ширинка Ширинка это длинный узкий лоск тканей Это гульфиком называется В каком мире мы живем? Так и говорят, застегни гульфик, то соловей влетит Это был оберег Мать, которая ждет появления ребенка Она обязательно нужна была вышить полотенце Чтобы родившегося малыша завернуть в это полотенце Она хотела, чтобы ее ребенок был сильный, красивый И очень быстро рос Когда в дом входили жених и невеста На любовь и счастье руки им связывали Полотенцем, чтобы первые дни руками не махали Дорогих гостей встречать выходили хлеб соль И выносили на полотенце Праздником к иконным зеркалам вывешивали полотенце И наше уральское полотенце традиционно Ушивалось двумя нитями, красным, черным И преимущественно крестом И каждая черточка на полотенце, она как буковка в книге, она читается И так запоминаем, что прямая линия это земля Все, что ниже ее, это корни Причем не только корни растения, это наши с вами корни Наши прадеды, которые находятся уже там Вот такое трехглавое изображение Это обычно изображали богиню земли, богиню Макош Она руки кверху подняла, она просит солнышко дать ей силы Чтобы вырастить вон те семена, что у нее в землю брошены Волнистая линия всегда обозначала знак Воды Черный квадрат это поле, которое еще не засеяно В красный квадрат брошены семена Но чтобы они росли, рядом обязательно должно находиться Солнышко Я не сомневаюсь, что вы не раз слышали фразу У нее, говорит, на лбу все написано Вот что девчонки у себя на лбу писали Что парни у них на лбу могли прочитать Замужем, замужем Так Совершенно верно Когда женщина шла по деревне, достаточно было взглянуть на ее лоб Сказать, девушка, женщина, замужем, не замужем Есть ли у нее дети, нет ли у нее детей, бедная, богатая Из какой деревни То есть все паспортные данные были на лбу Вот до 10 лет парней от девчонок в деревне практически отличить было нельзя Стрижка волос у всех одинаковая Те и другие бегали в длинной рубахе Те и другие были без штанов И только в 10 лет парни надевали на себя портки Что такое портки? Штаны, у которых нету карманов, нету гульфика И которые носятся на веревке, на гаснике Девушки на себя надевали сарафан И обязательно заплетали себе косу И так я смотрю, кто из девчонок с косой и не замужем еще Ну пойдемте, модель и будете Давай историк, вставай уже Итак, первое, что мы должны выяснить Для чего девушке нужен был сарафан Мы запоминаем, что мужики энергию берут от солнца Девушки энергию качают от матушки земли Поэтому, чтобы собрать эту энергию У нее должен быть купол, с помощью которого она эту энергию собирает Нет джинсы с протертыми коленками, через которые энергия пытается зайти А купол должен быть Какие части сарафана у нее обязательно должны быть вышитыми? Животными Подол Раз А рукав Два У кофточки Ворот Три Здесь никогда ничего не вышивалось Тут, если что есть, так есть без вышивки, видно Почему здесь вышивает? Где нечистая сила может проникнуть в тело? Рукав забраться Ворот опустить Снизу подняться Поэтому низ она обязательно страховала чем? Поясом Сейчас вспомните своих бабушек Они у вас без фартуков Никогда никуда не ходили Дома ли, в гости ли пошли Раз, фартучек поменяли Это был оберег И только современные красавицы, когда им надо, чтобы в них зашла нечистая сила Они обычно носят коротенький топик Жинсы пониже спустили Пуп голый Нечистостой с другой стороны зайдет Ни один доктор ее потом оттуда выгнать не может Самое главное условие у девушки Тело всегда должно быть закрыто А вот чтобы красоту вашу никто не испортил Чтобы сглаз на вас никто не положил Чтоб, не дай бог, порчу на вас не навели Что у вас на голове должно быть? Кокошника До кокошника, как долны пешком, милая В 10 туалет Она не бабушка старая, в 10 лет платке-то ходить Ну, повязочка Из бересты сплетенный ободочек Это был оберег В ухе обязательно должна быть Серега И чем длиннее серьга, тем ее защитное свойство больше Не количество сережек в ухо натыкано А длина определяет защитное свойство И на шее у нее должны висеть бусы Лучше, если, конечно, сделаны из натурального материала Вот сейчас она себя защищает Низы доверху То есть 16 лет у вас был шанс понравиться парню А последняя граница какая? 24 25 Ну, а если 25 лет исполниться замуж, никто не взял Тогда что? Монастырь Все? Как это все? Поплачешь маленько, но свою косу расплетешь на две косы Чтобы вся деревня видела, что по деревне идет старая дева И парни свататься уже не придут, а только вдовцы Слышали, Кадышева поет? Если б я знала, что замужем плохо Распряла бы я русу косоньку, да сидела б я дома Это только женщины каются Девка все равно замуж собирается А вот скажите мне, пожалуйста, только честно Вот как вы считаете, кто в доме должен быть хозяином? Муж или жена? Муж, конечно Кто им командует? Ну, а что ты крутишь, вертишься истинно? Что для этого надо сделать, чтобы ты командовала мужем? На порог первым Молодец А если он на руках несет? Шевелится, шевелится Ну? Ну? Ногой Да что ногой? Спрыгнула, на пороге постояла, а потом? Потом обратно На шею садись Что мать наказывает дочери на свадьбе в первый вечер за столом делать? Ничего Как ничего? Деньги брать Откуда ты их брать-то будешь, милая? А не дарили никто? Нет Первый вечер за столом ты должна сидеть и плакать Плакать Потому что если не наплачешься на свадьбе за столом, потом всю жизнь ревешь за углом А если один вечер поплачешь, а затем вечерять он будет плакать А вот на второй день свадьбы не имеешь права опростоволоситься Это что обозначало? Ты в шапке сидишь Это выйти с непокрытой головой У замужней женщины волосы всегда должны быть спрятаны У бедной крестьяночки платочек будет, а ты, девка, будешь богатая Поэтому у тебя огню свадьбы что должно быть приготовлено? Плакки Да кокошник должен быть приготовлен Кокошник Но в отличие от кокошника девушки, он должен закрывать затылочную часть И чтобы показать свое богатство, имеешь полное право на этот кокошник цеплять до сорока предметов Ситец, атлас, парча, расшит под серебро, под золото По количеству вот этих бисерных сеточек, идущих по лбу, будут судить, сколько у тебя богатства В один ряд они сделаны, не в один ряд они у тебя сделаны Есть у тебя родовой герб какого-то рода племени, кто твои предки были То есть вся информация должна быть на лбу А вот когда она выходила на улицу, то поверх ее кокошника обязательно должен быть повязан красивый полушалок И в зависимости от того, как концы этого полушалка соединялись, всегда знали, из какой она деревни Потому что в одной деревне было принято скалывать их на булавочку В другой завязывать на узел В третьей деревне косяк носили или на правое плечо, или на левое плечо Итак, если увидели идущую в таком головном уборе, вы сразу сказали, кто идет? Зима пришла Замужняя, раз Богатая, два А это бисер? Это бисер Ух ты, так это то, я-то думал, это же шерсть какая-то Какая же бисер? Если у нее еще даже родовой герб есть Но у нее есть одна проблема на лбу, какая? Да детей у нее нет Детей, как только появятся дети, она в этом головном уборе уже не пойдет А на день другой головной убор, чтобы все видели, что по деревне идет не просто женщина, идет женщина-мать И отношение к ней должно быть совершенно другое Не в последнее воскресенье ноября или 8 марта вспоминать святое имя матери, а каждый день Вообще-то все женщины восприимчивы всевозможным магическим знаком, символом И современные девчата в основном ищут эти знания где-то далеко-далеко в заморских странах Я вот думаю, может быть, ключик от простого женского счастья гораздо ближе, где-то здесь, в Коптелово У каждого музея три стадии развития Первая – музей существует, вторая о нем знает и третья его посещает Мы сегодня на третьей стадии Вообще-то типичная такая семейная история Гурупачаев выезжает на выходные на людей посмотреть, себя показать Вот Коптелово нынче Да что ж за день-то такое? Что ж за день-то такое? Ну любим и покататься-то так Бун-дари-ду-ри-дари Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!